Не так часто мы его видим в последнее время вообще на профсцене в целом. Его берут в заключении вот именно таких вот узконаправленных случаев, когда нужно кого-то доставлять, либо же нужно ловить какого-нибудь тинкера, там, знаешь, по карте, чтобы постоянно было его видно и прочее. Прочее, прочее. Ну что, чем будут отвечать Империя? Оплейнер или мидер, добирающийся ДДП. Например, тинкер, нет, это не он. Это тот, кто будет стоять сзади и побить. Я только что говорил о том, что как раз-таки берут спиритбрекер для того, чтобы ловить тинкера в целом по карте, чтобы всегда вижен был. Вот он его и будет ловить. Не зря же они его брали. И следом появляется он от Империя. Ну что ж. Так. Нужна контратинкера. Контра, ну в принципе одна-то уже есть. Остается только роль Кэрри не определена для команды Вега-Сквадрона. Отчем они все-таки будут разваливать пик Team Empire. Либо же наоборот. Как тебе Спектра? Она его ловит. Спектра? Да, она его ловит. Да, да, да. Глобальная стратегия рабочая. Ну мне еще очень нравится Сларк. Из минусов в Спектре все-таки нужно пофармить определенное время. Без артефактов она слишком слабая. Ну а тут такая ситуация, что Имперцам будет очень трудно пропушить. У них слабый пуш-потенциал и тинкер. Но это вариант номер один. Мне еще очень нравится Сларк, поскольку контроля у Имперцев очень и очень мало. Ну только у ультимейт Бэйна. Все, это единственный контроль. Если при этом еще Имперцы на пятый пик не возьмут никого, кто сможет хоть как-то ловить противника, то Сларк смотрится идеально. Просто идеально. Ну что, последний бан на Империи. Остается не так много времени, всего лишь 30 секунд на раздумье, от чего же все-таки будут избавляться. Что еще может быть, ну-ка, кроме Сларка, кроме Спектры? Кто у нас еще мобильный? С легкой прям такой супермобильный. Джекернаут еще может быть очень опасен для стинкера. Да, вполне. Он ставит палочку и таким лайнапом очень трудно добраться до палочки. Да, и пуши с ним приятно. Ну да, тинкер спамят, там палочка отхиливает. То есть там очень много героев, которые могут хорошо зайти против Тим Эмпайр. И очень неприятная ситуация. У Тим Эмпайр нет Лас Пика. И, соответственно, Вега Сквадром будет выбирать, каким же образом они будут ловить тинкера. Ну, Империи, это может просто мобильный оффлейнер, способный выдавать контроль в любой ситуации. Ну, вот это он, да. Допустим, да. Бесмастер неплохо работает с Найксом. Бесмастер отлично сочетается с тинкером. И Бесмастер — это какой-никакой контроль для ловли противника. Ну, остается кэрри для команды Вега Сквадрон. И действительно, слушай, Джаггернаут, ты сказал, очень улыбается. Сларк очень улыбается. Сларк улыбается просто нереально. Вот два контроля, и это два ультимейта. То есть, допустим, Бэйну ультимейт можно сбить, а того же Бесмастера можно по-быстрому вырубить. Или там успеть поражать Дарк Пакт. То есть, по-хорошему, здесь Сларк вырубает вообще весь пик Team Empire, и этим Сларком можно выиграть игру. Ну, видел, кстати, недавно противостояние Бэйна против Сларка. Сларк там во всех практически ситуациях, наверное, и всех возможных. Он успевал прожимать Дарк Пакт, и уходил из контроля. Да, это читалось, это было понятно. Сларк здесь вообще лучший героя. Просто нет. Сларк лучше всех. Ну что ж, пики сделаны. Третья решающая карта. Противостояние Веге против Team Empire. Я так понимаю, пик команды Вега Сквадрон тебе нравится в разы больше, нежели имперцев, или же нет? Ну да, мне пик Вега Сквадрон нравится больше. При условии, что там будет очень сильный Сларк, потому что вся игра в руках у Сларка. Ну, нужно, опять же, создать ему Спейс. А Спейс создавать есть кому? Да, мне как минимум нравится то, что Вега Сквадрон думает, как Ти Винер. То есть она думает так же, как и я. И я очень благодарен ребятам за то, что они взяли лучшего героя в данной ситуации. Теперь осталось выстоять на И-линиях. Теперь осталось реализовать Чена на ранней стадии. И есть маленькая уязвимость в виде двух миличников. В виде Сларка и Спиридрекера. Ну что ж, начинается игра. Третье, решающее. Проигравший отправляется домой. Победитель проходит по сетке дальше. Все или ничего, не знаю, что еще добавить в данной ситуации. Какое сегодня число? Двенадцатое, по-моему. Благодарю. Или одиннадцатое? Спасибо. Одиннадцатый, Дмитрий, одиннадцатый. А я уже все, немножко потерялся. Ну что ж, расходятся игроки по линиям. Сейчас будем смотреть, кто куда. И главное, зачем поставить Vision. А возможно, даже и подерется за Баунтируно. Йоку побежал же вперед. Находится у него в наличии два обсервера. Также поставили довольно-таки нестандартный вард сейчас, Vega Squadron. И, кстати, Йоку помигал. Нет, или это на Йоку помигали? Но я не думаю, что вот здесь спалили. По-хорошему. Так, Баунти пойдет охотиться за Ченом. А Чен... Может просто уйти вверх. Чен пока не показывается, и Баунти нужно угадать. Плюс у Чены есть один в центре. Так, уже раздевардили. Смотри, у нас Vega один обсервер в миде. Отлично. Бонусные 100 голды для Сёмы. Из ниоткуда. Забавный таунт, это когда бык орет как осел. Как тебе это вообще? Где логика, что это? Ладно, в итоге драки не будет ли или будет. Нет, вблизи отжимают здесь от Баунтируно. В итоге забирают себе, я так понимаю, 2 на 2? Нет. Три руны себе в этот раз заберут империя. Да, и причем две из них забирают для себя FN. Тоже неплохой буст. А, 4 нам подсказывает Аптера. Прошу прощения, да. Действительно, 4 баунтируно. Слушай, когда ты пасни раз это видел такое. 4. Авторитет. Да, авторитетом давят. Перцы сейчас своим. В итоге. Ну что ж, решили Vega Squadron максимально саевого. Отыграть. Ну и давайте смотреть расстановку парения. В миде, конечно же, Тинкер. В итоге против Death Prophet будет стоять. В легкой линии у нас отправился Баратром. Но какое-то время будет помогать здесь вот так вот врываться на бисмастера. Снизу очень сильная линия у имперцев. Спиртбрейкер, ну, ванекс ван, испытывает трудности против бисмастера. А тут еще сверху подходит баунтихантер. У баунтихантера тоже все хорошо по урону. При этом у него еще имеется и замедление с джинады. И спиртбрейкер просто не может бороться. Нужна помощь. Он уже улетел на базу. Он улетел, но прибежит обратно. Остается Сларк. У Сларка две брони. У Сларка там еще есть бонус брони от вышки. Но в любом случае Сларк вот этого не легче. Единственное место, где он безопасно себя чувствует, это место под вышкой. Да, на топе в итоге у нас терпит Сенкинг. Против него выступает, конечно же, фармящий. Ой-ой-ой-ой, полетела артиллерия уже от Зайца. Очень много големов. Неприятно против этого всего. Вынужден был прожимать сразу рейдж. Сейчас мипошку еще найдут, но мипошка тоже не подставляется. Ну и в миде у нас продолжает Тинкер изменять Деспрофит. Деспрофит продолжает биться с Тинкером. А здесь агрессия за Тавр. И Фэн в итоге выживает. Пошла армада крипов просто. Есть сетка, подходит сюда Заяц. Прогоняет мипошку. У мипошки, если что, имеется все еще. Кусь-кусь, можно отъесть, если что нужно. Если нужно будет. Есть еще скелетики. Скелетики можно потанковать. Аккуратненько, аккуратненько. В итоге ничего не получается у Чена на сложной линии. Из-за того, что наикс слишком такой прочный керри, которого так просто не взять. И, соответственно, Чену возможно стоит задуматься о том, чтобы пойти в сложную и помочь Сларку. Тут очень трудно пробить на эксам. Да, ничего особо ему не сделаешь. На боте там какая-то возня у нас снова начинается. Пытаются кого здесь продамажить. Да, получает по лицу очень больно у нас спиритбрейкер. И опять улетает на базу. Пока что у него один прибежал на линию. Получил по лицу ТП обратно на базу. Сделал и все. Да. Но империя уже тысячу ведет. Ой-ой-ой. На топе. Агрессия на мипошку. Но мипошка... Ману СК. Нет, но есть манга. 5 секунд импейла. Мипошка уходит. Наикс по-прежнему фармит. И наикс по-прежнему топ-1 на Этвардс на карте. В миде. Агрессия на Никса. Ну, не стал бежать до конца у нас спиритбрейкер. Пока что Сема не может, мне кажется, найти роль свою на этой карте. То есть он вроде бы пытался помогать Сларку, но его здесь прогоняют. И вот теперь Сларк одного оставил. Его просто один из катастрофы. Баунтихантер гоняет. Сларк на легкой линии против таких персонажей вообще ничего не делает. Там выходит Баунтихантер и Зинвиз дают тычку, и Сларк уже можно убегать. А может быть стоило туда переместиться Чену, как вариант. Давно пора переместиться Чену, потому что Чен пытается что-то сделать на топе. На сложной линии, да, но как бы наиксу все равно. Но наикс стоит, у него 17 на 4. Он обгоняет Сен Кинга по фарму и как-то не особо ощущает присутствие Чена. Единственное, кто ощущает присутствие Чена, это Бэйн. Но также отсутствие Чена ощущает Сларк снизу. Ферст Глад. Легчайшая для Семы. Ну да. В итоге, я не знаю, имело ли смысл машинки закидывать. Может быть, можно было попробовать откинуть лазер. Ой-ой-ой, хорошая просветка. У Йоку могут быть проблемы. Йоку нет. Йоку в итоге забирает спиритбрейкера. И башни не прогнул, не повезло. Один в один. Оставляй Сларк один на один против бестмастера. В принципе, это далеко Сларку жизнь не облегчает вообще никак. То есть ему и так... Бестмастер прочный, да. Бестмастер сильный. Бестмастер много урона. В это время Найкс на Атопе погибает. Наконец-то... И пушку можно попробовать забрать. Они смогли. Исправился по итогу Чен. Начинает носить импакт на сложной линии. Как-то они вдвоем убили Найкс. Кстати, интересно, как у него все же есть рейч. Он вообще в любой ситуации может просто сделать тэп-аут. Может быть, не успел поражать. Ну, там подкоп плюс стан от Кентавра плюс Клэп от Урсы. Вот на развороте пытается Зайца забрать. Зайц не дает ему сделать тэп-э. Подкоп по-двоему неплохой. Вот он стал. И вот так и забирает. Вот так Двитрий собственный забрал. Я понял. Все, просто больше не имею. Ну, это суицид. Он просто идет и умирает. Решил отомстить, и в итоге не будешь. Как бы там Крипычен, они сильно, они больно бьют. И у них есть способности. То есть по-хорошему нужно вести себя поскромнее. Башек работает. Башек с первого удара. А еще один Башек. Еще один Башек и минус Никс. Ну, правда, Таун играет, конечно, будет. Легчащая для Семны. Просто легчащая для Семны. Размен шикарный для Вега-Сквадрон. Опять же, они всю тысячу преимущества на топе. Опять на Мепошку. Агрессия. Боже, Мепошка тоже отправляется в таверну. Вега. Сверху полный провал. То есть там два Крипа. Нужно вести себя поскромнее, терпеть и ждать шестого уровня. Вместо этого Наикс просто идет и дерется. Против Чена, двух Крипов и Санкинга. Зато в это время продолжает терпеть Слар. Он даже если заберет Чена, ему это в плюс не выйдет только из-за того, что его все равно убьют. Очень по-хорошему, да. Как мы отмечали уже не раз, после последних обновлений сейчас драться на начальных овалах особо не выгодно, потому что много преимуществ, то все равно не получишь. Профитнее намного фармить, чтобы выносить артефакты. Прекрасно видит местоположение Семы сейчас. Йоку работает ходячим обсервером. В это время все еще продолжается возня какая-то на топе. Возможно, будет попытка снова выйти на кого-то, потому что Крипы идут на разведку. Вот Мипошка, например, бегает. Вообще, знаешь, есть такой маленький минус. То есть как бы они просто бросили... Они его взяли, Сларка, и бросили его. То есть обычно, когда берешь Сларка, ты стараешься, наоборот, ему помочь, чтобы он нафармил быстро Шадоублейд и сразу же начал раздавать. Но в этом случае Сларка бросили. И вместо этого бегают, убивают по кулдауну Тинкера. Как по одной стороны, это хорошо. Тинкер умирает, но с другой стороны, Бессмастер на сложной линии делает все, что угодно. И у Сларка, вот сейчас, Вангслан против Бессмастера, просто нет шансов. Ну, если брать по-хорошему, опять же, возвращаясь к тому, что 2-3 линии выиграны у нас сейчас для Вегас Квадрон. Да, но один герой, очень важный герой, просто не получает фарма. Это на топе Зайца. Проблемки могут быть. Боро-страйк в рейдж неудачный. И Зайца уйдет ли? Да, нет, не выходит. Зайца по итогу, Серикеном его добирают. Враг достается, конечно же, Йоку. Отлично сыграно. Наказали Чена за наглость. В это время на боте врывается сюда Сема. И на этом все. Там еще одно ТП делает. Наконец-то Чен приходит на легкую линию. У меня все еще есть крипы. У меня все еще есть крипы. И они идут нападать на... Вот как раз ты Паунс, и это минус Гостик. Праймл Рору он потратил. Или нет? Слушай, пускай там нет, ты любишь хоронить. Ты любишь хоронить. Там не пусть, я думал, сейчас пойдет вперед Кентавр, достану. Его подблочили. Ты любишь хоронить, где раньше? Конечно, люблю. Дайм шанс. Я хочу дать больше экшена, увидеть больше смертей, больше зрелищ и так далее. Но и этого не происходит. В итоге вызывает Гостик. Там просто бежал вперед не Кентавр, а Урса. Не знаю. Итак, что по итогу. Все еще нулевое преимущество по голде за обеими командами. Наверное, таки ровная игра. Смещается в лес. Я смотрю, пофармить у нас Тинкер за счет машинок. В это время Йоку на Баунтеру. Ждет. Тут хороший рофл прошел. Инфо Афтс. ФН. Там комментаторы не поняли, как ты умер. Перепокажешь. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо, работягам. Да, нормально рофл такой. Покажи, как умер. Там дабл демидж достается. Сларка нужно быть аккуратнее бисмастеру. Да, но бисмастер молодец. Он стоит сложный. Он уже напрягает двух саппортов, которые никак не могут его забрать. При этом Сларк потихонечку начинает возвращаться в игру. Но другие саппорты могут быть полезными. Допустим, Баунти Хантер сейчас может пойти вверх. Например, забрать того же Сценкинга. Или, например, вместе с Бэйном отправиться на центр и забрать Дескофит. В это время в миде Андершок активировал Экзорцизм. Попытка забрать Т1. Правда, здесь уже Тинкер. Откидывается машинками. Подтягивает сюда также Мипошка. В самоках. В спину. И Баунти нужен, Баунти нужен, Баунти нужен. Но здесь уже Сема бежит. Сема выехал. Да, Андершок, Экзорцизм. Это минус, скорее всего, в очередной раз Тинкер. И падает Тавр. Правда, сюда перелетел и Фэн. Зачем? Непонятно. Нужно бежать. Правда, съел попутно он еще Крипа Ченовского. Рор на развороте. Зря отправили Дескофит. В итоге остаются без ДПшки. ДПшик улетела Фуловая на базу. Бьют Зайца и Заяц. По-любому должен погибать, но... Но отлично. Там два Кентавра, два Кентавра летят на базу. Главное, заставить их сейчас и изуспел отправить их в итоге Ченовский. Но сам погиб. Драк это еще продолжается. На развороте погони за Мипошком. А тут Кабан выходит просто из угла. Говорит, ребята, не в мою смену. Ошибли, зря отправили Дескофит. Дескофит могла остаться. Вообще, в хорошем, да, там заканчивался экзорцизм. Духи уже возвращались и с большой долей вероятности Дескофит отхилялась бы. Так что, да, было такое. Ну ладно, что поделать. 7-5 в итоге. Не сказать, что прям явное доминирование. В это время на тупе уже Сларк бежит сюда Сема обрывается. Я понял. Пока Сема. Видимо в таверну хотел, я не знаю, быстрее прибежать. В итоге погибаем. Сразу быстро весы. Не, мне может кажется, это небольшой мисс Плейтон в команде. Я там думал, что Сларк пойдет за ним и там до конца гейминг сидела. Но в итоге не вышло немножко. Не повезло. Какого там, наверное, уже второго или третьего левела машинки у нас у Тинкера, да. О, четвертого даже. Ну все, да. Куда уж под них ворваться. Ну, правда, здесь выходит Undershock. Здесь перед Сифон. Подкопали. Эпицентр сверху на всякий случай. В итоге Тинкер погибает. Ну, барик отрабатывает. Ну, почти на все 100. Тинкера душат. Тинкера трудно. Дрее 800. Плюс заберет вышки. Чем раньше заберет вышки Вега Складрон, тем раньше они войдут в лес имперцем. И тем труднее будет фармить Тинкеру. Нужно срочно давать ответочку. Нужно бисмастеру проявлять активность. Бисмастер хорошо отстал. У него все замечательно по Нетворцу. И все хорошо по опыту. Но ему нужно подключаться. Ему нужно срочно где-то давать ответочку. Потому что только он может. Вот в миде агрессия на Зайца. Есть трек. И двойной станд. Просто шикарнейший от Зайца. Выживает он по итогу. Не удалось его здесь забрать. Да, то есть вот Баунти Хантер пытается вместе с Найксом кого-то забрать. Но мы видим, как мало урона вносят они на двоих. Как мало фарма. В общем, как мало артефактов у Найкса. С фармом у него все нормально. И он хочет собрать себе Радиенс. Это новый билд, который совсем недавно показывал Иллидан. А тем временем первый Некра появляется у бисмастера. И он пошел. Мастер пошел, да, в агрессию. Там Мипошка в это время пробежался. Занялся дивардингом леса как раз-таки Вега-Сквадрон. Снял здесь сентри. Чужие. Ну и что? Ждем Блинкдаггер. А так, уже есть Блинкдаггер для Сенкинга. Нужно донести себе. И в это время смог вылазка от команды Вега. В сторону куда? На мид пойдут, наверное. В миде находится пока что только один лайфстеллер. Но еще Тинкер. И Фландель Коху. Можно зайти в лес. Тинкер сейчас не может стоять и наглый фармить на линии. Тинкер нужно дофармить Тревел Бутс. У Тинкера 2.5. Единственное место, где Тинкер может набирать фарм, это лес. Но в лесу уже находится ДП. Ну и похоже, что Вега-Сквадрон нацелены очень на Т2 на верхней линии. И скорее всего сейчас будут на него выходить под экзорцизм. В это время, правда, попутно пытались запушить имперцы нижнюю линию. Но там как бы Чен и... Как же они его напрягают. В итоге Тинкер летает на базу. Причем он летает на стоп-п. ДП-шка стоит между Т2 и Т3. Расставлены Варду у Вега-Сквадроны. И они могут пойти забрать вышку. Им ничто не мешает прожать экзорцизм. Там, возможно, сейчас зайца найдут, под тавром заберут. Нет. Не, не, просто отойти. Просто забрать вышку сверху и потом всем дружно отправиться вниз. Ну что, похоже, просто так империя дает Т2 на верхней линии. Не собирается драться за это строение. Продолжает фармить, продолжает пушить. Но, правда, также ответным пушем продолжает заниматься и Чен. Там крепочки идут по линии. Продолжают толкать линию в сторону Т1. Ну что, Т2 упало. Там в лесу находится у нас Баунти Хантер. А есть ли на него Вижен? Да, есть ли на него Вижен. Баунти Хантер нашли. Минус Йоку. И крепить Чена. Ну да, некоторые как раз-таки были на боте. Там пуши толкали линию. Правда, там ответный пуш. В миде агрессия на Сларка, но как же он... Как же он уходит просто невероятно. Прожимает. Прожимает кнопочки по таймингу, да. А в итоге Сларка не удалось забрать. И Праймал Рор потратили в никуда. А ДПшка сверху на Глее. ДПшка стоит, бьет Т3. И тут в миде Спиритбрекер нападает на Кабанов. С детства ненавижу Кабанов. Затригелся. Ворвался. Ну ладно. Да, ДПшка наглее. Забрали в итоге Т2 у нас века с квадром на топе. Уже 2000 они ведут. И слушай, как там дела у Сларка? А в миде. В миде агрессия на Сан Кинга. Сан Кинг похоже приехал. Хотя прожимает стики уходит. Александр. Нет, подожди. Подожди. Нет, уходит. На блинке. Отлично. На опыте. Красавчик. И в итоге империя потратила время в никуда. Перетянули с четвером кулдаун. На самом деле цены кулдауны. Потому что только рором, бессмастером и только благодаря Финзгриппу Бэйна можно кого-то поймать того же Сларка. И Сларк сейчас может идти и разваливать. Но Сему нашли. Сему получает трек. Сема. Пока что живет. Протаранил кейджик. Сеточка. Голбашка. И в общем да. В итоге суммонно запинали. В это время у Йоку проблемы. Йоку. Есть просветка. Да Йоку достала. Мне Пошка здесь на подсейве. Слип закинули у нас в итоге на Death Profit. И Гостик на развороте проемал ролл. Очередной хороший в Death Profit. Death Profit. Андершок живет. Но нет. Перед Сифонов слишком мало на развороте. Эпицентр. Не самый удачный отблизи. В итоге забрали бессмастер. Один в один. Залетает Сюрикенчик очень больно близи. Но его уже тпшат на базу. И в итоге Санкинг выживает. Без маны Бэйн. Без маны Баунти Хантера. У Наикса та же. Все еще нет ультимейта. Сларк в свою очередь довольно таки хорошо подрался. И постепенно догоняет. Да уже Наикса. И у Вегас Квадрон. Начинается неровкая жизнь. Бессмастер пошел в разнос со своей командой. Да у Сларка уже Shadow Blade. Побежал в атаку в поисках Тинкера. И сейчас он его найдет. Добрый вечер. Как у вас дела? Добрый вечер. Я диспетчера. Вам не нужен на вечер? Вот собственно он его принес. В итоге Тинкер в очередной раз отправляется в таверну. И это уже по-моему если я не ошибаюсь. Пятый раз его. Да когда он уже в таверне сидит. Тинкер счет не самый лучший. 6-й даже. Да тяжелый грамот. Да и Нетворс если посмотрите. Вот даже Сэн Кинг обгоняет уже почти на полторы тысячи практически. И вот только сейчас появляется Травела на 16-й минуте. У него тяжелая жизнь. Как только он делает ТП на линии. У него сразу берет Чарж Спридбрейкер. О чем мы и говорили. Да если есть Блинк. То можно вот после ТП быстро прыгнуть в лес. Чтобы тебя не увидели. Но в данном случае он просто не успевает нафармить Блинк. И из-за этого все беды Тинкера. Так и самое забавное что он появлялся после пика Спридбрейкера этого самого. Тинкера забрали себе. Ну Радиенс тем временем приобретает себе Лайфстилер. Ну что ж. Ну это неплохо. Тайминг то хороший в принципе для этого артефакта. Но в это время продолжается пуш от команды Вега Сквадрон. Активируется экзорцизм от Андершока. И начинает падать Т1 Йоку. С киндер сюрпризом внутри себя. Готовы врываться. Но там есть Вижен. И как бы все это дело контрят сразу Вега Сквадрон. Хотя нет. Хотя нет не контрят. Есть Олл Хилл. Андершок пока что живет. Его уже отправляет на базу. Андершок выживает буквально на 50 хп. Боже как на тоненького сейчас было сыграно. Здесь в это время ультимативно от Мепошки. Поймали Сенкинг. В очередной раз погибает он. Забрали Чена. Да. Ну минус 2. Но самое главное что Кор выживает. Опять же забрали саппортов. Да. Самое главное то что Вега все это делала без Сларка. Да. Сларк продолжает фармить. Провал. Ну в четвером не пропущает пятерых. Особенно если Кэрри где-то далеко. Но по итогу это наверное первая отличная драка для Империи вообще за эту игру в целом. Когда они командные собрались и пошли драться. Но и по хорошему Радиенс-то такт на 16 минуте сейчас еще внесет свою лепту в игру. Да. Он еще может нафармить себе медальку. И тем самым будет слишком много уклонений. Плюс он эту медальку может вешать на союзников. То есть Найкс постепенно потихонечку выходит в некого танка. Который будет находиться на передовой впитывать урон. Ну а Тинкер будет стоять на задней и дамажит при условии что он сможет найти фарм. Там Йоку. Боже как же он играет. Он зашел, спалил смок и ушел. И никак его не поймать. Потому что нету невижена, нету ни просветок, ничего. Отлично сыграно. В это время падает Т2 на нижней линии. И Империя камбэкает. Уже тысячу не ведут. Юл появляется также в Death Profit. Продолжает там бегать спиритбрекер между ТВР. Расставляет вижен. Я смотрю между Т2 и Т3 поставил на центральной линии. Гостик полностью захватил вражеский лес. Продолжает очень много выфармивать. Находится на топ-2 по Нетворцу. И просто Вегас Квадрон не может зайти в свой лес. Там Дисмастер, там Баунти Хантер в Инвизии. И там Птицы. Просто не подойти. Да, ну и плюс у Бейсмастера Некро 3. В итоге Вега уходит во вражеский лес. Ну а Империя продолжает наращивать преимущество по голде. То есть вот Рейтенс появился у Лайфстилера. Он уже на 2000 обгоняет Сларка. И будет только расти. Дмитрий, я боюсь поворачиваться каждый раз на тебя. Что это за улыбка такая хитная. Особенно учесть тот факт, что ты находишься слева от меня, чуть сзади. В это время нашли у нас Йоку в очередной раз. И в этот раз его точно накажут. Должны пока не мерить. Погибает он. Я просто думаю, как-то так зарифмовал быстро. А, ну это фастфлоу. Школа. 140 BPM. В это время драка в миде. Погоня за Андершоком. Но Андершок уже далеко. В итоге начинается пушный один по центральной линии. Есть третья. Прошу прощения, по-вторых. Третья уже не крада. Можно запутаться в количестве. Очень много машинок. И в итоге Тавра должен падать. Ну он такой медленный. Нужны кабаны, нужны сауны. А здесь находится Чен. Чен переманивает некоторых рипов. И пушить имперцам тяжело. Да, можно заранее запасаться чипсами. Заранее запасаться попкорном. Потому что имперцы, если выиграют эту игру, то не быстро. Ну у них тинкер. Тинкер располагает к долгой игре. Там за 40 плюс минут. Да, согласен. Здесь можно не торопиться. Вот, как раз-таки появился блингдагер. Теперь так просто на сон не поймать. Да, начинается поймать машинки по всем линиям. Ну и из плюсов стоит отметить, что также продолжает растение Творс и Слав. Но мне интересно, что вот как-то... Инфес-бомба. Пошли, пошли, пошли. Вот этот крип, я понимаю. Серьезный такой товарищ. Он так хочет запушить. Как там? Сатир-мародер по-моему, как они называются. Древний мародер-шаман. Прошу прощения. Ух, там. Хадукен полетел сразу. Дабл. Мультикасс работал. Ладно, в любом случае начинает падать. Точнее, продолжает падать. Центральное Т1-строение у команды Вега-Сквадрон. В это время параллельно по двум линиям сплитпушит Вега. Также на топе и на боте. Тавру пал. У Сларка там уже скоро появится... А, он валинку решил. Хорошо. Как раз против Бессмассера, против Бейна. Да, Рор. Рор и Мипошка. Лучшее решение. Имперцы не останавливаются. Имперцы продолжают давить. Пусть даже не с очень быстрой скоростью. Но вышечки потихонечку падают. И Вега-Сквадрон, в свою очередь, просто пушат по другим линиям. Вега-Сквадрон забрала вышку снизу, что, в общем-то, неплохо. При этом сверху фармит Сларк. У него тоже дела идут хорошо. И отличный Денай. Причем с максимальной рейнджи даже не нужно подходить. Просто идеальный тайминг от Андершока. Да, Тавру он не отдал. Там Пайп, тем временем, появился, кстати, для Дес Профита. И в это время Смок, по-моему, да? Нет, мне разбили. Или мне послышалось? Нет, послышалось. Показалось. Что бился Смок от команды Вега-Сквадрон. Так, ну что, Сларк продолжает фармить Ленку. Здесь все понятно. Линза появляется для Тинкера. Тоже отличное приобретение. А все-таки разбили Смок. Все-таки разбили Смок в Вега-Сквадрон. И, по-моему, отправляют сюда, в вылазку. Еще и руны хосты пробовали. Время поисков. И к ним навстречу, как обычно, Йоку. Здравствуйте, ребят. Что у нас тут Смок-вылазка? Ну, ладно. Ну, это на самом деле такой минорный фраг. Могло быть все гораздо хуже. Если бы какой-нибудь Корр нашли и так далее. Какого-то Тинкера. Да, вполне себе. А Йоку вновь оказывается в нужном месте в нужное время. Не, ну, вообще неплохо. Как бы умирает Йоку, не умирает Найкс, не умирает Бесмастер, не умирает Тинкер. Смок потрачен. Ждем Рошана. Ждем Рошана от Веги. Веги нужно кого-то убить до Рошана. Желательно поставить парочку вардов. И у Чена супер мощный артефакт. Аганим. Да. Теперь можно бегать с древними крипами. Да, против Найкса хороший билд. То есть сразу покупаешь медальку, чтобы был ман-ореген. И медальку можно кого-то повесить. А потом сразу же рашишь Аганим. Потому что если его не зарашивать, то Найкс скажет спасибо Чену за любых крипов во время замеса. Это да. А так будут древние. В это время огромный просто поколон крипов здесь от Гостика отправляются никуда. На Рошана, что ли? Да, похоже на то. Прилетает сюда также Никс и начинает падать Рошан. Догадываются ли об этом у нас сейчас Вега-Сквадрон? У них вот есть, я вижу, на топе обсервер. Ближе к Рошану не наблюдают. Ну, подходит. Подходит, но не успевают. Они видят Мипошку. Мипошка специально байтит на себя. Ну и похоже не успеют никак уже. Рошан упал. И я, наверное, думаю, что врываться не стоит. Йоку на развороте показывает, где находится Сларк, сбивает с него линку. Ну и теперь нужно как-то от дефа Веге принимать империю. Там спрашивали, почему такой билд у Найкса. Ну, кстати, все так собирают по своему времени. Ну, просто если в команде есть жесткий дамагер, то в этом билде он танкует. И пока он танкует, пока его дизейблет там впитывает, он дамажит радиансом. Так у него и броня, и уклонение. Не так давно я видел игру, где на их сыграл, он такую же игру, и, точнее, через такой же билд, и, ну, просто он собрал там на 26-й минуте этот радианс, и от него уже толку такого не было. То есть 10 минут разницы-то много. А там был Рейзер. Рейзер, который имел с Инжен Яшу, знаешь, что происходило. Он там приходил в Крепе, ну, то есть из него высасывали урон, и вокруг него бегал Рейзер, высасывал из него урон полностью, и он его по 60 сжег. Вот, и на этом все закончилось. Так что... Быстрый радианс, это, конечно, круто. Ладно, ждем реализации Аегиса от Империи. Правда, у них всего лишь 3000, пока что, преимущество. Тинкер продолжает фармить также и леса. Далее будет его собирать себе Хекс. Еще один дезейбл лишним не будет на команду, конечно. Да, не, по-любому нужен еще один дезейбл на команду. Если у тинкера появится Хекс, то у имперцев дезейбл станет почти в два раза больше. Так, снова на шве. Йо-Йо-Йо-Йо-Йо-Йо-Йо-Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ну, ничего страшного, главно, что забрали. Да, главное, что забрали. Ответный пуш в это время от Империи на Топе очень много крипов, Гостик на пару с Фэном забирают Т1 и сразу отправляются на т2 в это время отправляют ястреба вперед на разведку ну а параллельно также у нас века сквадрон на цель на база очень больно сын кингу подкопали в итоге здесь у нас не пушку не пушка погибает но это размен товарами правда размер неравны потому что империя уже 4000 ведет нужно возвращаться нужно быстренько забрать вышку сразу же возвращаться потому что тут же телепортируется на x бежит зачем нам чем пытается спастись чем дело это паут будет кирас очень от хекса но урона не хватает до урона не хватило то наверно это кп10 осталось в это время где-то сларк на сделала сладушат сларк начинает мочить сларк потихонечку начинает расфармливаться у него уже имеется shadow blade и линкен сфера и нужно что-то что остановит на x в рейджи ну естественно я имею дуба шар до башер какой-нибудь ну или вариантом рта просто купить себе ради до 100 чтобы замедлять его в речке варианта но посмотрим пока деньги не тратит ладно мы может быть увидим каким-то начальным артефактом чтобы приобретать в это время с engine яша появляется для life стилера и в итоге что мы имеем отыграли отыграли века с квадром причем прилично в районе трех тысяч двух с половиной трех где-то так отыграли сейчас за последние драки за последний размен и гем приобретает себе не пушка опасно но очень опасно покупать game если у тебя баунти хантов когда очень опасно сейчас нельзя ошибаться нужно гуськом гуськом ловить славка да затаили дыхание сейчас обе команды в это время на хэгэ на своем стоит вега в это время продолжает также пушит них с линии летать неуловимый у него в итоге я так понимаю нет а он уже купил себе хекс нужно нужно лететь и далее будет выходить в за любой в это время на бойте забирают ремни крипов чена она забрали до другой улетел ящерицу нужно ящерицу и повесить баф нас ларка и через пока нет есть голем голем тоже неплохо как бы прибавка когда не слабо ящерица очень хорошо сочетается со сладком дает ему а так спит очень быстро набирать стаки и разваливает ну что начинается осада от империи по нижней линии прилетел никс начинается память машинки в это время и поин заходит на хага ничего не боится напоминаю что у него наличие конечно же аегис есть экзорцизм причем очень далеко эпицентр в итоге в кастовывается только сейчас но этого хватает чтобы забрать не бошку рор на развороте погибает у нас сент-кинг очень больно и фэну но и фэна аегис из него его благополучно выбивают улетает отсюда у нас спиритбрекер и в итоге у нас получается минус аегиса один в один отойти отдать и дождаться дождаться шаду дэнса отличный размер для вегис квадрон они выбили аегис и умудрились убить бэйна что довольно таки здорово сларк у нас ворвался как лев львины и вовремя все нажал и сларк хочет купить себе monkey king bar против найкса тоже вариант он конечно же его не остановит в рейдже из того что найкс там будет быстро бегать и может быть постараться кого-то убить но с другой стороны он будет его пробивать там все медалька не проблема ну а в свою очередь и фэн далее себе будет приобретать тараску до танковать он собирается и дальше в танковать он очень хочет впитывать он будет таким чистым танком который будет находиться на передовой может быть этот билл здесь сработает там ответ на гем тем временем появился для команды и без подробно тут в это время просто расстреляли бедолагу спирит брейкера может быть только один неприятный момент вот для найкса то есть в один момент сларк может купить себе бкб если старт купить себе бкб и успеет его поражает то тинкер его не да может остается один найкс а вот найкс вот именно в анакс ван с такими артефактами иногда проигрывает с ларку но тут продолжается тем временем осада от империи по центральной линии продукт раз докопались в итоге до найкса но продолжение нет страшно врываться под тинкера под это огромное количество урона в итоге начинает старт ларк стакать урон себе 100 ты большое количество машинок можно просто как только бить никому я же есть а бить никому я проблем не вспоминаю времена жуткий когда эти машинки сдать еще там от жилета было вообще за такие времена тоже ради рач да и же когда пробиваю же нет они запишуте из из памели пока да они спали лишь пробивали сквозь иммунитет маги работали ничего нельзя было зайти не помню так чего это он только андерлорда который подходил кидал фаршторм и убрал здание но сейчас андерлорда тоже делает но он то делает на двадцать пятом уровне по моему или на двадцать месяц его не возьми а раньше он то делал на седьмом уровне просто совсем далекие времена еще было в первой доте помнить деревья можно было выкапывать его так только она появилась ну конечно базе 3 карта варкрафт да там можно было зародим по моему капот там были задних деревья с других сгурат и выкапываешь идешь на этот конец ну что в итоге не удалось зайти империи сейчас на хайграунд продолжается игра гема опять же напоминаю что есть с одной и другой стороны нельзя терять ни в коем случае до сема агрессирует заходят вражеские леса и думают куда бы ему поставить варды учитывая то что там у бэйна game то лучше всего поставить так что барды не нашли и вот выбрал довольно таки необычное место учитывая что он пушит вроде как не собирается выход спину так сларк линька отступаем врывается андер шок саленс по двоим отступаем слаг продолжает бить сразу же забирает найкса есть рор на развороте но нет говорит андер шок сегодня и без вариантов не забрать меня без найкса сларка не убить слаг у нас теперь бегает слаг мочит слаг должен разбираться с баунти хантером нужно тут же отступать имперцем и на тоненького просто на тоненького линька зарешала до бэйна увидел сларка прожал свой кулдауну там сработала линька слаг на реакцию быстренько успел отойти и возможно фэн ворвался далеко просто ворвался один четырех и его там быстро уничтожили ну что в итоге потопа отправляется пушить вега квадрон нашли мипошку мипошку далеко наверное не стоит так от забежать или же все-таки сема забегает до упора и все мужика хотят забрать очень тинкера тинкер уходит по итогу ультимативную тратит мипошка тинкер еще и буквально один удар погибает он сразу делает байбэк у мипошки огромнейшую проблему он тоже вслед за своим другом отправляется таверну гостик на развороте я не знаю сколько там у сларка уже стаков покажите сларка 13 на что не так много но все равно в любом случае прилично остается один тинкер но он сожалению потратил байбэк че отправляет домой своих друзей и сам свою очередь делает т.п. и у вегис квадрон все замечательно то есть даже несмотря на то что они не проигрывают и проигрывают две тысячи голды они имеют одетого сларка и очень бедный тинкер противника тинкер там пара трусу находится где-то в районе без мастера такой легкий недофарм ну что все еще ждем появления заря блэйда тинкера на пытается он себе до фарма правда такими темпами возможно не увидим до конца игры с ним будет так умирать продолжать ну что 32 минуты это наверное самая долгая карта за сегодняшний день по-хорошему потому что опять же не раз говорит что тинки располагается таким долгим играм так аккуратно бегают вот гем наш уважаемый observer покажите пожалуйста у кого сейчас кем гему гема из мастера ну да он поплотнее также старку отдали ну так гем на гиппадрон да ну об этом их была речь в любом случае не то ни другой команде кем нельзя терять на старком максимально профит на этот артефакт себе брать за счет того что можно побегать подивардить вместе с ним ну вот слаг сейчас знает о том что тинкер хочет купить хекс и вот по идее к моменту приобретения хекса нужно срочно купить blacking bar и вот тогда он будет разваливать просто летаешь замес прожимаешь бкб у тебя еще имеется линка и там 10 секунд месяц вместе что команду так продолжает фармить сын king хочет купить себе лотус отличное решение замечательно заходит и против бэйна и против без мастера и против того же тинкера а у тинкера появляется хекс так а что сладко там усларка сколько денег сейчас сладко у него дарабы да у него очень скоро бкб по таймингу осталось купить а ну вот продал гвиллу покупает себе blacking bar и нас ждет замечательная драка на рошане ну имперство то трудно драться могут качество попробовать но вообще им тяжело чем призывает уже пока ван огромный крипов который подходит андершок готов кастовывать экзорцизм догадываются так понимаю империи о том что сейчас возможно будет пытаться сборить рожан там уже полетел ястрик на разведку и андершок пока что экзорцизм не тратит хочется кого-то забрать наверное перед тем сказать нет итоге прожимают у нас мотивную начинает падать рожан есть рор моментально хотят забрать у нас без мастеров грызается в него и фэн без мастер по итогу погибает на развороте подкапывают боже как же хорошо тинкер отправляется в таверну байбека у него точно нет и империя отступает тем самым отдавая рожана или еще не конец еще не конец продолжается погоня за и фэном здесь близи и фэн прожимает в итоге речь делает и паут фэн улетает у дпшки все еще остается экзорцизм учена большое количество крипов и вега сквадрон готова к тому чтобы зайти и в наглую забрать рожана а потом еще может быть даже успеют зайти на возвышенности закончить поскольку тинкер без байбека до корова не лучшая цель ну я про спиртбрекера понятно смесить его всей командой нежелательно когда там и сларк и дпс сколько коров у нас еще на сыр аэгис теперь для века сквадрон ну и теперь ответный пуш сларк уже имеет пока бы 1400 сверху на руках отдали ему и сыр и аэгис и дивардинг отлично все сыграно ну что минус 102 сема сема просто может он был забыл что отменять можно как вариант но в другой страны рорность на него потратили как бы и сема еще выживает его на базу отправляет в итоге отлично заплачено до стратегия рабочая у него в инвентаре один сапог и stick и сколько полезного он делает вообще да как герой что забрали т2 это был кстати последний внешний товар у империи отыграли все преимущество века которое было имперцев единственно что спасает что продолжает сплит пушить тинкер видать по линиям книжки а гоним ждем а гоним итоги зарела не будет зачем ему и зарел изначально он его планировал так то понятно дело что да да был дым уж там это время вы на боте лежит что-то мой фон кстати по форму мне интересно но и ку появилась дура ничего такого давно тараска взял области кираса вот если уж пошел танковать на передовую то кираса и танковать до конца но по-хорошему нужен один артефакт но он пока маловато как бы рейдинс бед магин там бкб сларк не ощущает рейдинс саша яша ну дает конечно урон но мало нужен еще один артефакт дорогой и и ими рога это не башка прошу прощения это слад подставляется здесь побежал все ума опять до конца гейминг за юзу лишь рай в это время подкопали без мастера без мастера не успевать забрать в итоге он выживает погибает тёма я тебе центр проблема огромная у на улице это них был до прошу прощения них погибает я думал подцепили фэна уже за мипошкой продолжается погоня подцепили напаунс мипошку начинает здесь избивать просто сларк и минус мипошка в это время погибает еще где-то у нас и по итогу бисмастер не ушел его забрали саню келикую сларк разваливает сларк просто врывается в толпу успевает поражать дар пакт впитывает большое количество урона если надо он себя еще и подхилит и он просто не оставляет и шанса имперцев ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой врывается немножко неудачно близи но это ничего страшного самое главное что выживает поражали гли фортификации имперцы отправляются на ящерица на базу да и просто начинают очень быстро падать строение империи защищаться без тинкера ой как трудно это по-моему минус 2 стороны как бы не минус 3 потому что тинкер ну 2 точно заберут заяц пытается его съесть но в итоге не хватает урона забрали т-3 на топе сларк уходит лотар и это гостик здравствуйте но не попал паунс в окно на развороте пытаясь ойгас из надраться там еще и сыр имеется в наличии так что не страшно в итоге выбили аегис отступают пока что минор на вега сквадрон улетает все мы сбивают ему то по серке нам и все мы погибает ну ладно просто блоги сыр могли под вообще думал что до конца пойдут к бы реализовывать учитывая три забрали да и можно вполне себе возраст ну ну и виднее в общем 7 тысяч голды преимущество за вега и сквадрон у сларкова по прежнему остался сыр и абсолютно у всех героев имеются байбеки сларк одеты сларк очень богат и у его 5000 голды в инвентаре 5 искать и на подходе если он возьмет скатит то там у найкс возникают большие трудности просто сларк его начинают пить найк замедлен если найкс будет драться со сларком то там будет очень долгая битва учитывая то что найкс идет танка ну и соответственно сларк с каждой секундой будет становиться сильнее так ну и что помочь чечену крипов набрать видимо да я в это время организованный толпой передвигаются имперцы ним навстречу выходит вега расставляется vision на случай того что если вдруг пакет bounty hunter проверять как тут дела но еще набрал уже крипов там есть два голема плюс себе забрал дракона что ждем реализации сыра я динаме можно положить у рошана у них было египс они сегасом убегали соответственно ребята будут выжидать рошана следующую нет да смоки но они выждает рошан он они заходят на хагане гангают ганг и заход по это разные вещи скажи дмитрий я не спорю с тобой на топе проблемы вот он на проблемы у его дома вот и сема и вот и роров всеми в лицо пока пашка прожимает сларк моментально отправляется таверна у нас собрат рум ой-ой-ой-ой как же сларк насталкивает 13 стаков уже у него уходит шалу-дэнс потрачено в это время экзорцизм активируется от андершок а вот у сработает на в это время забрали также в итоге здесь семи пашку драка продолжается прилетели крипы чена 19 таков 19 таков у сларкой на x просто не может бороться если показать на xo если наши уважаемые обсерва покажет а у него дебаф на 13 стаков да то есть он сейчас не очень хочет драться он сейчас очень медленно бьет вот так приблизительно решили пока что лесные строения по забирать вега тоже лишним не будет ну и там уже летит скади скади для сларка мы просто будут выжидать пока ребята выжидают слад бегает и патрулирует территорию он выполняет ну своего рода такую роль шерифа вот в этих краях имперцам очень трудно справиться шерифом из того что у него имеется линкин сферой дар пакт и каким-то образом имперцам нужно вот выходить с базой дам иногда хоть в ганг и убивать кого угодно кроме сладко александр это та самая игра та самая с тинкером 60 минут который ты три хотел сегодня таки да я хотел 3 полноценно за месте импатизирует обе команды то есть я покрою я вообще бы империю не хранил бы все шансы еще есть да то есть они оставили могут камбэк если у них получится если получится поймать сларк и выпить гем и вот тогда их жизнь наладится нам показывают таблицу байбэков и есть байбэки всего лишь у трех персонажа это баунти хантер 1 перед брейкер и дес профит два из них в команде вегас квадрон у империи нюка у кроме баха нет байбэка и подрезали курьер сына до терпеть надо терпеть бог терпел и нам велел давай потерпим нормально есть все время всего лишь 11 часов московского времени здесь мы с тобой скольки синиться что наверно 4 подниму нормально прижимать и панты уникать отнеса это не самая картину когда вова в три часа ночи говорил там сейчас то ли день то ли вечера я ему говорю вова сейчас уже почти утро но я-то с вами был ментально смотрел трансляцию и спал одним глазом но вообще согласен еще рано рано расслабляться можно еще одну был бы у 3 серию какой-нибудь бахнуть завтра бах за три бахта 3 серии быстро в 3 серии до с лучшими команд от меня маниквентировали до ты просто перфекта ладно ждем появление рошана сейчас вот таймер закончится мы узнаем через сколько или или даже я уже упустил момент или рошан уже забрали нет нет не но он должен дать через пять секунд узнаем сколько времени но они решили зайти на топе экзорцизм активируется от андершок очень много машина катит кера но это не останавливает ребят из команды века сквадрон начинает слаг рам ломать строение в итоге ничего пока что империи не может сделать единственное что могут это спамить машинки отступает пока вега прыгает дальше у нас просто андершок есть рор в лотус орбой как ошибается гостик сейчас и погибает в одночасье проблема мипошки в это время также наверное проблемы могли бы быть и у спиритбрекера но он в итоге выживает в это время шаду дэнс и в сларк забирать шаду дэнси также еще и мипошку мипошка отправляется в таверну падает барак второй барак все еще цел продолжает память своей машинки тинкер подбежал слаг на развороте есть подкоп от сеткинга и если сейчас еще йоку заберут ой 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 по моему это гудгейм у йоку единственного был байбэка напоминаю да по моему это гудгейм сларка уже слишком хорошо себя чувствует при этом вега сквадрон живет вега сквадрон пятером движутся вниз находит на икса на x начинает бороться но против сларка шансов у него крайне мало баунти хантер пытается развешивать но развешивать треки тинкер издалека закидывает марш но это не решает поскольку здесь есть баррик он вкатывается в тинкер однако не докатывается так это еще не конец драка продолжается на развороте на сему агрессия сему толкают подальше пытается хотя бы его забрать но успели отправить на базу подкопали лайфстилера у и фэна огромнейшие проблемы и он тоже отправляется в таверну есть байбэк драка продолжается боковой заканчивается сларка ломают последнюю сторону века сквадрон до конца гейминг там еще и крипы чена в это время там агрессия на андершока нет это не андершок был это был санкин прошу прощения его отправлять таверну андершок был рядом выживает он это самое главное барак по моему один все еще остался либо же все забрали не не вижу просто отсюда нет нет один все еще есть один все еще барак имеется битва за барак начинается у нас ребята в прямом эфире до конца дфм 18000 за вега и как с куста и там рошан сейчас появится еще все и фэн решил что пора бы ему начать дамажить там вот он думал соберу как кираса но кто бьет сларка похоже что никто решил купить нульфаер да но как бы мы уже не раз говорили когда есть лотос орб нульфаер такая себе история не ну да как бы тем более учитывая что-то в команде 2 из но это сон на одного героя кидается а куда она можно кинуть в разных героев так драка около рошана и секс дабл дэма же мой как опасно есть рор боже все в кастовывают в этого сларка нужно срочно забрать до того как он прожмет свой shadow dance но этого не хватает и это по моему фиаско для империи сейчас погибает тинкер байбека у него нет и просто гонят всю империю на базу лайфсиллер с перепугу залез крипа его переманивает чем вынужден оттуда вылазить за ним продолжается погоня и фэн беги дружище беги и здесь гостик если что попытается как-то помочь своему другу но этого мне кажется мало в итоге загоняет сейчас империю под фонтан подкопали без мастеров гостика огромнейшие проблемы выживает он на развороте нульфаер накинули в итоге на санкинга всем опять подставляется но выживает опять каким-то чудом байбек делает тинкер вот наконец-то возвращается в игру продолжается драка теперь у нас проблемы могут быть санкинга санкинг погибает по итогу байбека не имеется у него но не страшно но снизу дп-чика дп-чика пыталась подойти не подкрасок барак у нее к сожалению этого не получилось нападает на нее имперцы всей команды и не оставляет и шансы андершоку с ларк с ченом и вместе со спидбрекером сразу же начали собирать чемоданы и и быстрее самое забавное что дп-чика тоже нет байбека но слишком силен у нее 41 40 39 от 1 откатывать него 40 брони 40 брони очень сможет просто забрать и мега криповым делать и покрывали это давать им до скорых встреч увидимся еще чем таверну ну да ладно но опять же не молодец да чем молодец он решил подстраховать старка на всякий случай если что отправил бы на базу так как рассказать что-то про мег крип и это еще не приговор можно дпать это еще не приговор на определенное то конечно плюс веги в плане того что теперь можно не беспокоиться за линии или не буду поставить и пушится да но есть время есть время да есть время нужно идти нужно развести на байбеке как минимум или забрать рошана как у них есть тинкер был тинкер по-моему я почему-то не хочет использовать блин к и ну в наглую стоять на линии хотя у казалось бы трепортировался прыгнул лес и коровка не напрягает вообще согласен к вам и помещая по-моему тинкер грустит по моему тинкер позабыла о таком наличии у веги сквадронных героев замечательно как спирит брекер который должен по идее ловить да вообще можно было бы собрать линкен сферу если уж можно было бы собрать линкен сферу если уж так часто коробка убивает тинкера и возможно эти сферы вот именно в такой игре хоть как-то бы помогала тинкера выживать чтобы чаржа не было ну как вариант ладно что мы имеем мега крипы а у веги падает 3 рошан теперь будет еще и рефрешер шарт до кучи сверху отлично сыграно сейчас александр ничего страшного странного ничего не происходит падает рошан или линии пушится у ребят из команды team empire пытаются они отбиваться не посильно как только могут готовы александр молодец ну что сыр аегис и рефрешер шарт наступает момент истины просто сларк на пофиге вгрызается в т4 игнорируя игроков команды империя есть рор по моему рор просто в никуда загоняет империю под фонтан гостик очень больному гости костик погибает имеется байбэк подкоп по двоим шикарная цинкинга минус йоку минус баунти hunter также следом туда же также в принципе и не важно это ггвп и вегас квадрон одолели империю в нелегком противостоянии со счетом 21 в серии кто бы мог подумать а как все хорошо начиналось сначала не ну александр как бы на пике на пике на пике еще на пике тяй винер объяснил да давай почему почему сларк убивал всех кто хотят услышать посмотри на стату смотрите обязательно повтор я это объяснял на пике это объяснял и соответственно если сларк уходит в отрыв если старка не напрягли начали то в общем то он бегает и беспределит ну в прямом смысле слова плюс помимо сларка очень хорошо отыгрывали и другие ребята ну и конечно же в первую очередь spirit breaker spirit breaker в этой игре сделать слишком много он вначале уничтожил тинкера в миде